выпитая бутылочка признак того что где-то рядом должна быть пробочка но если бы это была чернецкая она мне нафиг не нужна нет под каждым пеньком пепси вот такую можно было бы и взять если бы ее найти но это закарпатская тоже это уже это уже производитель но не от этой бутылки пару метров прошел вон там она лежала еще одна но в этот раз должна повезти он что вижу ну а что я говорил и еще ну они походу пили вместе потом поссорились или ну короче история умалчивать надо камеры смотреть наблюдение hello everybody золотая осень люблю такое время года такую погодку когда не сильно холодно но сегодня 19 октября плюс 10 еще люблю потому что появляется резвяна львийская рождественская кто не понял вот такая вот пробочка люблю это пиво ну потому что оно такое темное ну прям не вау-вау но пить можно собственно чего его купил если оно появилось решил пройтись по райончику пособирать пробочек и купить еще кого-то темненького пивка смотрим не переключаемся ставим лайки еще жигули жигули шаке такое берем потому что уже их нету а собирал жменю бросил в карман и не посмотрел пришельцем это короче слизни слизняки по украински слымок и вот бродяги но они мне не нужны я туда траву брошу пусть короче новосельем сделал переселение лето улитки потому что что-то он начал ползать у него третий глаза есть пупырышки короче вот так приблизительно из латинской америки в коробках бананами при экзотических животных нам приплывают но я переселил не знаю кого пока ребята вышел с почты купил конвертиков он болен зря это сделал стар правен мы посмотрим что за такое оба первое проще так сделать prime но такие нам не интересны кто помнит такие ракеты наверное крутейшая была в детстве самый крутой двор нас такой не было ну здоровенная и скорость бешеная правда зубами на асфальт но то такое мама зашьет штаны первый магазин на маршруте что-то лежит но конечно не густо закарпатская то же самое поднял смотрим об нет это не об тубар этого шампанка даже нечего показать хотя нет лежит полен ну вот кинсбридж такое с этой стороны что больше нужно что-то тоже не очень у вас нормально львовская о убань я что не понял что это умань так это просто белая я подумал что это оболонь поднял у мань пива это нормально смотрите ребята я и шел смотрел сюда то есть до сюда не дошел опа ну все начиналось плохо заканчивается очень даже хорошо нормально находки еще один кинсбридж вот собственно смотрите нет ни разу я не поднимал покупал но в том-то магазине что я показывал на первом кадре продается но не поднимал янтарь находки огонь что еще давай давай ну и так неплохо так вон еще что белеет лысая лайк я уже посмотрел кабан вот это находки для осени вообще отлично я даже не ожидал думал поднял тут закарпатская оболонь думаю ну все миссия провалена а тут поперло заметил вайсбург ай хоть бы не поколоться вот такая вот смотрите какой цвет перспективный так вон кинсбридж так выглядит кто не видел ну а слабокольный напиток джин тоник там всякие джин грейпфрут миллер давненько лежит походу ну да ладно пусть лежит уже на новый дизайн еще и по акции но обычный седлячок я взял бы лучше такое но и пробочка старая новая пройдусь дальше пробочка белая обычно серебряная понятно что валяется на улице что я поднимал вот кстати камера глючит что будет на морозе вообще непонятно ну старичок старичок доллар 26 копеек можно прикидывать цены такой еще есть такой есть в новусе выбор побольше конечно возьмем наверное премиум вот такая вот пробочка ну потому что остальное какое вайзен жигулевская традиционная и кристалл вайзен вот кстати новая пробочка никто не видел то есть ну дизайн нарисовали огненное я считаю то есть симпатичная этикетка здесь симпатичная ну а пробочка дешевая ну хоть так хоть не лысо так что мы еще возьмем камера тупик жесткая о украинская возьмем и колонезская цену видите да доллар 27 что еще возьмем медовый возьмем пока все так планы неожиданно меняются я тут октобр фест пропустил может не было кеша возьмем эрдингер вот hb ну со скидочкой приятным было 90 сейчас 66 было 75 сейчас 56 я взял вот такую вот ради ради коллекции смело ее выставляем сюда что там я еще взял макалунецкая взял литровую потому что она дешевле а пробочек у меня их полно ну наверное на этот вечер все да 19 октября скоро уже морозы снег они траву косят но это когда нужно денежки списать вот такой керней занимается джеки в сельпо завезли гёсер зифер австрийский цена даже очень приятная но это не лицензированная варка у нас это реально австрий по-моему ну да вырубной кафте ни разу не пробовал потому что был мелким когда она продавалась у нас импорт массово завозили но что-то не пил его в общем беру стартуем я если честно и шел вообще не рассчитывал попасть на октябр фест но виртуальный то есть увидел сразу захотелось купить кстати вы видели цену там оно было сколько 65 на витрине со скидкой а получилось 55 вот видите и эрдингер был тоже 55 по моему а получилось 48 ну я как бы не против еще дешевле может не поменяли ценники ну цена со скидкой очень даже люблю в общем октябр фесты конечно в баварии не бывало но у нас раньше в Киеве проводились все эти шатры были большие столы сцены большие кружки литровые ну и привозили пиво именно с Баварии так со сроками все нормально еще ну вот ему ну оно варится специально под октябр фест октябр фест это фестиваль осенний как раз собирается урожай в Баварии ну и люди что дальше делать праздновать пьют пиво бухают вот такое вот пивко такой цвет какой вкус ну видно да что не пшеничка такое солодовое с горчинкой ну как пил сможет не пил но сварен специально в виде сорта октябр фест 6.3 крепость написано солодовая ну в принципе солод не сильно чувствуется больше хмелевая чувствуется хмелинка ну неплохо неплохо очень даже лайк ну я в общем поспешил насчет лайка ну обычное пиво то есть неплохое не вау я рассчитал что-то такое пшеничного наверное ну 89 рин 90 я точно за него не платил то есть нормальное пиво но не вау я не в восторге если честно пить можно крепость особо не чувствуется но надежда на вот это вот здесь уже написано вид бир то есть пшеничка скорее всего наверное по срокам тоже все нормально бокал номер два просто кто-то увидел что такого пива еще не пробовала и забрал у меня ну я и не против и самый выдающийся я про это так ну давай удиви меня о ну здесь уже видно пшеничка мутноватая я не сильно надо пробовать будь бы блин ну тоже такой кислячок пшеничка и пшеничка я просто когда рассказывал что проводили в Киеве кто про фест там было по моему францискайнер францискайнер еще что-то ну не помню это было в 2014 или в 2015 году потом война началась курс доллара прыгнул вверх понятное дело что не все уже могли его же нужно привезти еще с Баварии и продавать много здесь ну поэтому из-за экономической ситуации прекратили его ну а потом коронавирус начался и вроде сейчас уже не проводят но надеюсь что когда-то еще в ходу может попаду в Германию короче пшеничка и пшеничка тоже я не в восторге ну такое после конечно второй литровой кружки нормально уже будет зайдет но вот поначалу не очень ну как вы поняли я не в восторге то есть рассчитывал на вау делаешь глоток а там вау просто не помню какой пилок октобер фест может по уланер было оно намного вкуснее ну и как уже говорил на киевских октобер фестах францискайнер тоже был отличный особенно после второй третьей кружки пробочки как вы поняли самые попсовые их хватает в любом обмене никому не нужны так гёссер эти были немецкие это австрийская ну это лагерок но вот если эти продаются постоянно на субботной продаже то гёссер редко попадаются когда был малолеткой то контрабанные банки валялись футурки продавались когда повзрослел но тоже был малолеткой постарше продавалось но стоило раза 3-4 дороже денег не было чтобы его купить по моему ни разу и не пробовал делаем впервые плюс это банка экспортный вариант так что возможно он тоже будет не вау пробуем ну да лагерок качественный но наверное экспортный хотелось бы в бутылке попробовать то что варится непосредственно в Австрии ну в общем нормальное пиво я там говорю экспорт но для нас импорт это для них экспортное так зиппер та же самая история давненько его не видел в продаже и тоже не пробовал оригинал импорт филер филер ну филер ну филер оп ляпнул ну давай хоть и меня удиви потому что предыдущие три что то не очень золотистая пиво здесь есть какая-то пикантность такая солодовая хмелевая ну опять же не вау ну цена то нормальная по сравнению с теми то есть если оно стоило вот стоит 89 то это видели 32 или 34 а со скидкой 24 ну то есть как обычно украинское пиво так же самое и это то есть качественное пиво но нужно делать поправку на то что я еще поклонник темного поэтому так не особо не удивляюсь ну качественно то пить можно обычное ну как вы поняли пока не самая лучшая вечеринка в моей жизни ну и опять же говорю потому что я люблю темненькое собственно к нему и переходим проверенный боец ни разу меня не подводил мы колонейская украинская классычная и будем заканчивать не знаю это наверное уже не буду пить брал его из-за пробочки но на опыте знаю что оно кисловато такое живое ну вот это мы довы точно им шлифануть и все будет просто unbelievable но это не точно насчет шлифовки ну давай не подводи смотри какой цвет ну это же вообще какой он сексуальный а вкус запах карамельный вкус оооооо то что я люблю жжженный солодок карамельность мамма миа ну вы поняли что это все субъективно то есть если кто то любит такое пивко то ему оно по любому понравится качественно, но не вау для меня лучше вот такого пассерба думаю на этом все всем спасибо за ваши лайки, комментарии которые вы уже оставили и поставили ну и всем пока до новых видео